Доходы районного бюджета увеличились на 239 миллионов рублей. Практически на такую же сумму выросли и бюджетные расходы. По программе развития образования. Расходы увеличены на 110,9 миллионов рублей, из которых 44,6 миллионов рублей средства бюджета района и 66 миллионов – это средства бюджета Московской области. Так, увеличены на 52,5 миллионов рублей расходы на мероприятия по обеспечению аппаратно-программными комплексами общеобразовательных учреждений. Также дополнительно предполагается профинансировать дорожное строительство, сферу жилищно-коммунального хозяйства и создание новых офисов МФЦ. Значительное вливание в казну района обеспечивается за счет регионального бюджета. На Борисинскую школу за этот и следующий год будет 179, почти 180 миллионов рублей. Коллеги, это что будет для себя отфиксировано, и то, что Московская область нам начинает помогать по поселению. Дальше мы обсуждаем с Московской областью детский сад, введение территории в порядок, а также ремонт капитальный. Ну и, соответственно, все наши дома культуры, другое устройство. Еще один принципиальный вопрос – переселение жителей домов, признанных аварийными. В ближайшее время несколько семей в Никольском и Лесногородском поселении смогут въехать в новые квартиры, выделяемые из муниципального жилого фонда. Переселение жителей из аварийных жилых домов, по данным адреса, оно осуществлялось в рамках целевой программы, муниципальной целевой программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2014-2023 годы. Андрей Руберч, передаю благодарность жителям, которые некоторые из них стали заикаться. Когда из барака они пришли в шикарную квартиру в Агенцово, никто не ожидал. Конечно, это куча восторгов, радости. Поэтому очень всем благодарны. Спасибо огромное за помощь. Организация публичных слушаний всегда является психологически сложным моментом. Поэтому порядок их проведения постоянно совершенствуется. На этот раз депутаты внесли в него несколько существенных поправок. Сейчас убрали заинтересованные лица, которые должны присутствовать на публичных слушаниях. Это в плане того, что, допустим, мы с Кубинки приехали в Барвиху и говорят, что мы хотим здесь построить магазин. Ну, как бы приоритет дали местным жителям. Также у участников слушаний теперь есть возможность подавать свои замечания и предложения не только лично, но и в электронном виде через портал государственных услуг. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.